Приветствую Вас, Денис. Давайте разберем Ваши вопросы. В первую очередь то, что можно выделить исходя из Вашего сообщения, это то, что у Вас имеется ревность, то, что Вы ревнуете, то, что Вы запрещаете, то, что Вы контролируете. И, соответственно, у ревности есть свои психологические основания. В частности, это неуверенность в себе, это страх одиночества, это низкая самооценка. Некоторое потребительское отношение к себе и к окружающим. То есть восприятие себя, образно говоря, как некоторой ценности. Больше такой, я бы даже сказал, больше, возможно, материальной ценности. Вот, соответственно, у ревнивого человека есть такие вот характеристики, возможно. Вот, соответственно, это нужно поисследовать. Если у Вас это присутствует, да, если у Вас это есть, то это необходимо поисследовать. И, соответственно, и скорректировать, соответственно. Потому что, в противном случае, Вам это очень сильно будет мешать. Ну, по жизни, конечно. И отношения с твоей женой Вам восстановить не удастся. Если Вы ничего не будете, ничего не сделаете с ревностью, которая у Вас возникает. Тем не менее, просто заставлять себя не ревновать. Идея достаточно деструктивная, потому что ревность возникает в результате определенного конфликта, который для Вас имеет значение. И, соответственно, объяснивать этот конфликт не имеется ни в коем. Если для Вас, ну, если для Вас что-то важно, то хорошо, пусть это будет Вам важно. Вот, ни в коем случае убирать это не стоит. Вот, но обратите внимание на те вещи, о которых я говорю, очень даже можно и очень даже нужно. Вот, потому что это то, что на Вас достаточно сильно влияет. И я бы сказал, что вот на это нужно обратить самое пристальное внимание Вам, моего, как мне кажется, по крайней мере. Вот, в принципе, и все. Дальше Вы, на мой взгляд, вполне способны. Будете уже сами разобраться, ну, вот, в себе, да, и в том, что Вам важно, в том, что Вам хочется. И так далее. Вот. Да, опять же, очень важно понимать, чего Вы хотите. То есть, ну, жене, вот, там, например, что-то не нравится, да. То есть, у жены, вот, есть ощущение, что Вы, там, например, ну, не знаю, на нее, там, слишком давите, да. А у жены есть ощущение, что, как-то вот Вы, чересчур, на нее набираете, может быть, чересчур ее контролируете. Вот. Понятно, что она сопротивляется и так далее. То есть, вот, вопрос здесь, который, мне кажется, Вам имел бы смысл себе задать, да, вопрос, он такой, чего я хочу? Вот. Хочу ли я этого для своей жены, например, или нет, да, то есть, или я хочу, там, все-таки для своей жены, ну, не знаю, чего-то другого, да. Вот. То есть, это вот история о том, насколько Вы, понимаете, то, что делаете. Это история о том, насколько Вы замечаете то, что Вы делаете и, свободно ли Вы, вот, собственно, в своих действиях. Вот. Потому что, ну, если Вашей жене что-то не нравится, вот, то, естественно, она будет как-то вот выражать это, она будет как-то выражать и, собственно, демонстрировать, что ей, ну, что ее не устраивает. Это нормальная реакция, нормальное поведение. Ну, вот. Вопрос заключается в том, что Вы хотите Вы состали. Ну, вот. То есть, если Вы, там, условно говоря, там, ну, например, там, допустим, боитесь остаться один, да, то есть, если Вы боитесь, что Вашей жене уйдет, и ревнуете ее, и еще, то, соответственно, возможно, Верное, чересчур зависит. Вот. И поработать нужно с этим. Вот. Могут быть какие-то другие аспекты, могут быть какие-то другие варианты. Вот. То есть, тут, тут, это, как бы, не то, чтобы не принципиально, прямо. Это, это важно. Это очень важно. Это очень важно. То, о чем я говорю, просто нужно это поисследовать. Вот. Нужно это, это нужно именно поисследовать. Вот. И, соответственно, дальше уже будет ясно, в каком направлении Вы хотели бы двигаться для себя. Вот. Ну, естественно, естественно, я надеюсь, Вы понимаете, как бы, что придется что-то в своей жизни менять. Вот. То есть, наверное, вот так жить, как Вы жили раньше не выйдет. Вот. Потому что Вы про свою жену, по сути. А Вы говорите так, что я ее отпустил. Ну, в общем, почему Вы ее отпустили, не совсем понятно. Так, как бы, то есть, ну, что вы вкладываете, кого-то отпустил. Вот. То есть, как бы, вряд ли Вы можете, ну, объективно, кого-то отпускать. И, наоборот, кого-то не отпускать. Потому что, ну, Ваша жена, она взрослый человек. И сделать может то, что, в принципе, хочет. Хочет. Вот. Вот. Если Вы этого не видите, например, если Вы с этим, ну, как бы, отказываетесь сталкиваться, вот, то, ну, вот, к сожалению, к сожалению, к сожалению, логично, при таком раскладе, что она будет стараться от Вас дефенсировать. Вот. К сожалению, к сожалению, вот, но хорошая новость в том, что любые отношения можно гармонизировать. Ну, конечно, при наличии, ну, ну, при наличии чувств, да, каких-то, при наличии, вот, желаний каких-то, вот, при наличии возможностей, естественно, у людей это делать. Ну, я имею в виду, если, если Вы хотите этого, этого, если Ваша жена, например, этого хочется, вот, то все можно, в принципе, поправить. Вот. Конечно, порой это бывает не сказать, что бы очень легко, вот, и ни для кого это, наверное, не легко, ни для кого это, наверное, такой, вау, приятный процесс, но, тем не менее, гармонизировать отношения все же можно и нужно. Вот. Ну, если, ну, если желание такое есть. Вот. Поэтому я бы Вам, вот, рекомендовал бы смотреть вот куда-то вот в эту сторону, да, куда-то вот в сторону вот, вот эту вот сторону. То есть куда-то я рекомендовал бы Вам смотреть туда. Естественно, Вы можете сами поступать так, как Вам угодно, Вы можете действовать так, как Вам хочется, вот, но ответственность, которая здесь проявляется, проявляется в вероятных последствиях, в последствиях Ваших действий, ну, вполне может быть, что Вас и не устраивает, ну, или не устраивает впоследствии. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, да, вот, если, ну, как бы, собрать и что-то делать, вот. Вот. И, как Вы, на мой взгляд, довольно справедливо заметили, что Вы, действительно, не знаете, что Вам делать сейчас. Сейчас. То есть нужно определиться с планом действий сейчас. Вот. Чего Вы хотите, куда Вы хотите, как Вы хотите, вот, и так далее. То есть это очень важный момент. Ну, для Вас это очень важный момент, и для Ваших отношений, я думаю, должен. Это достаточно важный момент, потому что, ну, у Вас, как Вы сами сказали, дети, и, соответственно, вряд ли дети будут очень рады, если их родители не станут. Понятно, что иногда бывают, иногда бывают ситуации, когда это необходимо, вот. И, в принципе, ну, в принципе, так лучше, в принципе, для, ну, для всех, вот. Ну, можно постараться, постараться, мне кажется, что-то сделать, чтобы Ваше отношения сохранить. Вот. Естественно, если, повторюсь, Вы этого сами хотите, вот. Вот. Вот как-то так. Теперь ответьте, эм, ответьте себе на вопрос, вот. Следующий вопрос. Готовы ли Вы работать с Ваеремностью? Готовы ли Вы меняться? Вот. Если готовы-готовы, то супер. Вот. В таком случае Вам можно помочь, вот, в таком случае Вам, ну, можно будет что-то сделать. Вот. Если Вы не готовы меняться, вот, или если Вы, там, допустим, считаете, что, вот, Ваша жена, например, ну, во всем виновата, например, и так далее. То это, вообще, в таком случае, если, так сказать, ограничения, на которые, я считаю своим долгом обратить Ваше внимание. Вот. Какая-то такая история. Вот какой-то такой ответ. Надеюсь, что Вам это было полезно и интересно. Надеюсь, Вы сделаете для себя определенные выводы. Вот. Надеюсь, что Вам это было полезно и интересно. Вот. Буду благодарен Вам за обратную связь по моему ответу. Что это позволит Вам начать работу над собой и, соответственно, решить те трудности, которые у Вас есть. Я желаю Вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью, Вам она необходима. Спасибо.